К юбилею Великой Победы в Мурманске проходили общегородские субботники. Помимо школьников и городских чиновников, к уборке приступили и представители сознательных управляющих компаний, ответственные за уборку придомовых территорий. В одном из таких дворов побывали наши корреспонденты. Управляющая компания «Жилспецстрой» начала уборку в подконтрольных дворах задолго до наступления месячника по санитарной очистке. Так что на территории не увидишь ни брошенного мусора, ни грязи. Теперь первоочередная задача – раскидать кучи залежавшегося в тени домов снега, собрать старую траву и подмести тротуары. Как только снег начал вытаивать, дворники приступили к своим обязанностям. И подметали, и песок убирали, и все, что за зиму. Мешки налетели, может быть, с мусором какие-то. Все старались очищать. Вместе с работниками на уборку вышла и директор компании Ирина Махова, чтобы собственным примером показать и руководителю не чужд простой физический труд. Ирина Магомедовна в сфере ЖКХ работает не первый год. Я не новичок в коммунальном хозяйстве. Я работаю с 88-го года в качестве председателя ЖСК. У меня дома ЖСК, мы строили этот район, поэтому для меня не ново. Я знаю, где какая труба проходит, где какие сети, где какие вентиля. Несмотря на будний день, нашлись жильцы, которые откликнулись на приглашение управляющей компании принять участие в субботнике. Как и полагается, весь инвентарь, в том числе и перчатки, здесь выдают. После зимы, конечно, врязно во дворе. Хотя, в принципе, у нас дворники стараются и поддерживают чистоту. Но после снега все равно, как ни убирайся, все равно остается мусор после зимы. Слушайте, а не привлекали никого, соседи не агитировали с собой? Ну, кого встретили, пока шли за инвентарем. Кто-то не может, кто-то в поликлинику едет, кто-то торопится на работу, кто-то еще что-то. Из тех, кто встретил, какие-то причины были, пока в небольшом количестве вышли. Анна Саулова сейчас на больничном, но потребность в чистоте пересилила. Особенно женщину задевает даже не бытовой мусор или окурки, которые все же скапливаются у подъездов, а продукты пищеварения домашних животных, которые после зимы оттаивают вместе со снегом. У нас есть проблемы с людьми, а не с животными. Люди не хотят убирать за своими питомцами. Из-за этого другие люди вынуждены ходить по фекалиям. Хотя вот в нашем доме урн достаточно, чтобы положить в пакет экскременты и донести до урна. Ну, не до всех это доходит, владельцев, к сожалению. Когда потеплеет в один из выходных дней, чтобы собрать побольше соседей, Анна планирует организовать своими силами еще один субботник. Но с приставкой ЗУ. Коммунальщики уже обещали помочь инвентарем. Убирать будут как раз то, что хуже всего пахнет.